С утра и до самого вечера. Накануне глава республики провел свой рабочий день в Алатаре. Он заглянул во дворы и на рынок. Посетил стальные учреждения и обсудил с жителями города, имеющиеся в муниципалитете, проблемы. Один день с главой региона провел и мой коллега Дмитрий Ковалев. Не прошло и неделя после рабочего визита главы региона в Новочебоксарск, а он уже проезжает в Алатаре. И вновь с тотальной проверкой. План работы Михаила Игнатьева и здесь расписан буквально по минутам. Уже в 8 часов утра его встречают на пороге центральной районной больницы. Сразу после рукопожатия Михаил Игнатьев интересуется у местных властей, насколько высоко в городе выросла рождаемость. Эту тему поднимают не случайно. Рабочий визит главы региона в Алатаре начинается с посещения роддома. В сравнении, например, с 2012 года у нас 500 человек родилось. То есть рождаемость растет, а смерть сокращается. Вообще на модернизацию родильного отделения районной больницы были выделены десятки миллионов рублей. Врачи говорят, что младенческая и детская смертность в городе сошла на нет. Но глава региона интересуется, комфортно ли здесь работать медикам и насколько высоко оплачивается их труд. Правда, больница нуждается в рабочих руках. Роддому сейчас катастрофически не хватает педиатров. Всего необходимо 9 специалистов. А продавцы чувашской муки, которых глава региона встретил на городском рынке, испытывают серьезный дефицит упаковок. Мешки небольших размеров им приходится приобретать в Алтайском крае. О том, что внутри расфасован местный продукт, остается только догадываться. Мы говорим о бренде чувашской продукции. Мешки Алтайского края продаются. Как это так, товарищ министр? Позор? Еще нет. Позор? Позор. Подумать о рекламе своей продукции глава региона предложил и продавцам мясного отдела. Уже переступая его порог, покупатели должны знать, что здесь они приобретут экологически чистую еду. Говяжьи и свиные тушки сюда привозят из окрестных деревень. Из района в город приезжают торговать и садоводы. У одной из продавщиц глава региона поинтересовался, насколько выгодно в городе реализовывать свежие овощи. И не бьет ли по карману арендная плата. Сколько за место платите? Нормально платим. Говорите, что там говорите. За это меня сколько заплатили сегодня? За это вот 100 рублей. Вообще площади рынка растут с каждым годом. Сейчас на его территории возводят новый корпус. Здесь тоже откроются торговые павильоны и модные бутики. В городе продолжают реализовывать программу по строительству блочно-модульных котельных. В АлатРе их уже 14, а осенью заработают еще две. Современные приборы, которые установлены внутри этих зданий, увеличивают в разы коэффициент полезного действия. Проще говоря, горячая вода и тепло до горожан будут доставляться без потерь. Причем эти котельные работают в автоматическом режиме. Уже опыт у нас 7 лет мы работаем с этим котельным. 7-летний опыт, он как бы дает нам право говорить, что они безопасные, рентабельные и экономически выгодные. Новые котельные будут обслуживать и недавно возведенные дома. В эти новостройки были переселены жильцы из старых бараков. Проблему с аварийным жильем в городе планируют решить уже через 3 года. Еще раньше в АлатРе заменят изношенные сети. Здесь необходимо заменить не только водопроводные трубы, но и канализацию. Но плюс ко всему вода в городе до сих пор обеззараживается жидким хлором. Глава республики отметил, что модернизировать эту систему необходимо уже до конца года. У нас предприятие находится в непосредственной близости от жилого сектора. У нас здесь школа, у нас здесь детский дом. Поэтому в любом случае нужно переходить на гипохлорид. Это безопасный метод. Я думаю, что до конца этого года мы на гипохлорид перейдем. Необходимо задуматься местным властям и о погашении долгов. Более 50 миллионов рублей за электричество и 36 миллионов за потребленный газ. Актуально для этого города и проблема с разбитыми дорогами. Исправить ситуацию и отчитаться о проделанной работе. Необходимо. В ближайшее время резюмировал глава Чувашия. Дмитрий Ковалев и Антон Вовк. Республика.